Звуки леса, щебет птиц, хруст веток под ногами и журчание речки. Экспедицию к обломкам этого гидросамолёта снаряжали уже не раз. В тайге на них натыкались и мародёры в поисках наживы. Но тела, по мнению специалистов, никто и никогда не стремился вывозить. Поисковики находят совсем немного вещей. Это фрагменты обуви. Одна левая, одна правая от разных пар. Находится в нижней части области обломков. Рядом одежда кожаная. В деталях крушения самолёта пытаются разобраться сотрудники объединения «Авиапоиск». Среди обломков находят человеческие кости. Судя по всему, пассажиров. Их останки зафиксированы привезными ремнями. Катастрофа произошла в июне 1935 года. Тогда таких самолётов, как Савойя маркете С-55, в Союзе было на пересчёт. Борт итальянской марки летел из Александровско-Сахалинского в Хабаровск. За штурвалом сидел легендарный советский лётчик, герой спасения пассажиров теплохода «Челюскин», затонувшего в Арктике в 1934-м, Александр Светогоров. Через два часа после взлёта связь с самолётом прервалась. Долгое время это происшествие было засекречено. Хормик такой, очень интересной формы, напоминающей место, где лежал погибший человек. Вот, собственно, кости, да. То есть, останки человека, нога, герцовая кость. Из крупных частей самолёта поисковики обнаружили только раму руля высоты, киль, штурвал и мелкие обломки. Крупные фрагменты, включая двигатель, ранее, скорее всего, были вывезены на металл. Останки, обнаруженные нами на месте падения самолёта, представляют собой преимущественно фрагментированные кости, что говорит о том, что они были сломаны прямо во время падения самолёта непосредственно в тот момент. По-видимому, никто из экипажей пассажиров не выжил. Сейчас основная задача найти родственников, очевидцев катастрофы, родственников тех пассажиров, которые летели, поскольку известно, что рейс был из Александровско-Сахалинского, и среди пассажиров было большая часть из Тыбинского района, ранее назывался Рыковским. Известно, что на самолёт сели руководители единственной тогда на Сахалине машинно-тракторной станции. В Хабаровск они везли годовой отчёт и 2 миллиона рублей. Примерно через год после завершения основных поисковых мероприятий найденные останки планируется перезахоронить.